МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. 14 учеников одной из чебоксарских школ обратились за помощью к врачам. Большинство из них были госпитализированы в больницу. Сообщалось, что произошло это после того, как дети поели в школьной столовой. Подробности происшествия у Ольги Григорьевой. Нет никуда. А можно зайти? А почему вы не пускаете в школу? Вот так в 30-й школе столицы сегодня встречают нашу съемочную группу. Сначала изнутри закрываются двери, а потом разыгрывается целый спектакль. Так это ребята ходят, стучат, мы от всех закрываем это... Детики или закрываются? Так они вот такие пацаны в надо. Требования документов вплоть до санитарной книжки. Игра в футбол после заданных вопросов и никаких ответов о случившемся. Директора школы для прессы нет, уехал по делам, а его заместитель быстро ретируется с места событий. А пройдите с больницы, спросите, кто еще в школе. О том, что случилось в этом учреждении, охотнее рассказывают сами ребята. Правда, опасаются возможной реакции со стороны школы. У некоторых температур поцелок. Всегда. А это когда случилось? В пятницу. У нашей девочки, наши девочки даже капельницу ставили. После приезда представителей управления образования столицы, директор школы появился и двери открылись. В том числе и в школьную столовую. Все 14 пострадавших из разных классов питались здесь. Потом обратились за помощью к врачам. 11 были госпитализированы в детскую инфекционную больницу со схожими симптомами. За медицинской помощью с явлениями кишечного отравления обратилось порядка 14 детей. Головная боль, боли в животе, расстройство стола. Из них 11 человек были госпитализированы, но со средней и легкой степенью тяжести. На сегодняшний день в стационаре остается 10 детей. Практически все в удовлетворительном состоянии. 4 человека готовы полностью на выписку. К слову, школьное питание в образовательном учреждении на аутсерсинге обслуживает сторонняя организация. Между тем, делать какие-либо выводы преждевременно настаивают в управлении образования столицы. Мы же не знаем на сегодняшний день, что именно стало причиной. Все-таки бывают такие виды вирусных заболеваний, которые именно в таком направлении продвигаются. Поэтому сегодня делают прогноз в этом направлении. Пока мы не получим именно результаты анализа, мы не можем это сделать. В школе идет проверка. Специалистами Роспотребнадзора взяты пробы. Результаты появятся на днях. Только после этого можно будет поставить окончательный диагноз произошедшему. Ольга Григорьева, Александр Петров, Республика. В Чебоксарах за последние сутки горели одна крыша и несколько автобусов. Запущенный в воздух китайский фонарик устроил пожар на улице Кадыково в Чебоксарах. Летающая свеча, зацепившись за крышу, подпалила кровлю трехэтажного торгового здания напротив рынка Шупашкар. Пламя повредило часть крыши на площади 50 квадратных метров. В другом районе города горели автобусы. В ночь на понедельник на территории транспортного предприятия города Чебоксары сгорели три пассажирских автобуса ПАЗ. Сообщение о возгорании на стоянке автобазы, расположенной по проспекту Ивана Яковлева, поступило на пульт 01 в 2 часа 26 минут ночи. В тушении задействовано 5 пожарных подразделений. Огонь удалось сбить через 20 минут. По предварительной версии причиной возгорания могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Еще одно происшествие произошло в выходные в Новочебоксарске. Неустановленные лица, разбив окно, проникли в ювелирный салон, сообщает пресс-служба МВД. Преступники похитили два металлических ящика, в которых находились ювелирные изделия и денежные средства. Помещение магазина находилось под централизованной охраной, однако злоумышленники скрылись до приезда наряда. Позже полицейские обнаружили машину преступников. Возле нее лежали вскрытые ящики. Владельцы торговой точки обещают вознаграждение за любую информацию об обстоятельствах преступления и личностях подозреваемых. К другим новостям. Завершается календарный год. Правительство подводит итоги выполнения социальных программ. Об обеспечении жильем некоторых категорий граждан говорили сегодня на совещании, которое провел глава республики Михаил Игнатьев. Дети-сироты, ветераны войны, молодые, многодетные семьи. Эти и другие люди имеют право на получение жилья либо бесплатно, либо на льготных условиях. В целом, социальные программы в республике выполняются. К примеру, только в этом году 757 ветеранов Великой Отечественной получили жилье. Еще трое оформляют документы. Всего же с начала действия программы улучшили жилищные условия более 5400 человек. Довольно успешно обеспечиваются жильем и молодые семьи. Обеспечение жильем молодых семей осуществляется с 2010 по 2012 годы и государственную поддержку получили порядка 1470 молодых семей на сумму более 720 миллионов рублей. В 2013 году на эти цели предусмотрено 390 миллионов рублей, из них 120 миллионов федеральных средств, 210 миллионов республиканских, 60 миллионов средства местных бюджетов и муниципальных образований. Государственная поддержка будет оказана 714 молодым семьям, которые получили в этом году свидетельство о праве на получение социальных выплат. 111 молодых семей уже реализовали данные свидетельства, получив поддержку на общую сумму 54 миллиона рублей. Но из каждого правила есть исключение. Известны случаи, когда обстоятельствами непреодолимой силы становятся подрядчики. В Урнарском районе жилье для детей-сирот не построено, и взыскать с фирмы-застройщика нечего, несостоятелен. Глава республики потребовал в каждом таком случае активнее работать с правоохранительными органами, и впредь аннулировать результаты конкурсов или аукционов на размещение госзаказа, если победителем становится недобросовестный подрядчик. На совещании обсудили подготовку к 9-му межрегиональному форуму стратегии практика успешного бизнеса, посвященному Всемирному дню качества и Европейской неделе качества. Традиционно форум проходит два дня и включает в себя пленарную часть, рабочую часть, посещение промышленных предприятий республики. Участники тоже уже определились. В пленарной части у нас, в частности, будут принимать такие организации, как это Японская школа менеджмента, это представитель Российской академии естественных наук, это международный сертификационный орган ТЮФ Интернешнл, Институт качества жизни, немецкий орган по сертификату ДКС и других. Также планируется проведение деловых игр, обучающих семинаров, круглых столов. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика. Сегодня же глава Чуваши во время сеанса видеосвязи с главами районов и городов обсудил вопросы профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций среди жителей Чуваши. На сегодня уровень заболеваемости находится ниже пороговых значений. Чтобы заболеваемость не росла быстрыми темпами, медики рекомендуют прививаться. На сегодня в Республику в рамках национального календаря профилактических прививок поступили 260 тысяч доз противогриппозной вакцины. Планируется привить более 20% населения. В первую очередь это необходимо тем, кто находится в прямом контакте с людьми – врачам, педагогам, социальным работникам. Руководитель управления Роспотребнадзора Надежда Луговская посетовала, что в некоторых муниципалитетах до сих пор не привит ни один человек. Во время видеоконференции также говорили об определении мест массового скопления границей. По российской глубинке не ходят медведи в шапках-ушанках. В этом лично убедились представители иностранных СМИ. В рамках медиафорума под названием «Диалог культур» в столицу Чувашии приехали молодые журналисты из стран СНГ и Евросоюза. За окном 21 век, однако нередко в иностранных СМИ портрет современной России практически не отличается от того, что был при железном занавесе. Проект «Диалог культур» как раз создан для того, чтобы разрушать стереотипы. В этот раз в маршрутном листе молодых иностранных журналистов – Москва, Чебоксары и Казань. Очень приятно, что именно вы выбрали такие национальные республики, что после сегодня встречи у вас в Казани, вам, наверное, захотелось как-то посмотреть на нашу республику и работу нашего парламента. Мы сейчас находимся в здании Дома правительства, где находятся и администрации главы Чувашской республики, и Государственного совета. В Доме правительства гости оказались не случайно. Молодые умы интересуются политической обстановкой в регионах, экономикой и культурной жизнью. От представителей Госсовета журналисты узнали, как устроено правительство Чувашии, чем вообще живет республика. Народ Чувашский очень гостеприимный. Вы, наверное, почувствовали, почувствовали, работоспособный. Республика аграрная, около 40% проживает на селе. Вот вы сказали, что в Чувашской республике проживает около 40% населения на селе. Это достаточно много. Украина также аграрная страна. И есть у нас проблема с тем, что многие люди, особенно молодые, они стремятся из сел уехать в город. И, в принципе, проблема кадров достаточно остро стоит в наших селах. Таким образом вы сохраняете людей на селе? Создавать рабочие места, конечно, для этого есть трудности. Есть, конечно, у нас хорошая программа, кто слышал, земский доктор. Это земский доктор. Когда доктор идет работать на село, ему предоставляется 1 миллион рублей. Ну и есть там еще кое-какие привилегии. Впрочем, времени у журналистов хватило не только на беседы с представителями правительства, но и на прогулку по нашему городу. В Чувашии амнистировали бизнесменов. Эту информацию нашему телеканалу сообщил уполномоченный по правам предпринимателей Владимир Иванов. В Чувашии на данный момент, на конец ноября, амнистирован 31 предприниматель. Из них тех, кто находится под следствием, 16 человек. Из мест лишения свободы из исправительных учреждений 11 человек. Те, кто находились под дознанием, один человек. По каждому случаю, каждый случай индивидуален. Где-то человеку было достаточно просто подать заявление в суд о том, чтобы подпасть под амнистию. В некоторых случаях тем, обвиняемым, или уже тем, кто находится в местах решения свободы, пришлось погасить тот материальный ущерб, который был нанесен третьим лицам. Поэтому сложность получения амнистии в каждом случае разная. Во-первых, амнистию предоставляем мы, амнистию происходит через суд. Что касается материалов по амнистируемым в дальнейшем, амнистия, безусловно, будет проходить до конца года. По сути дела, амнистия продолжится и в течение следующего года, так как достаточно в этом году подать заявление об амнистии, и достаточно, чтобы человек попал под статьи, которые позволяют получить амнистию. И дела будут рассматриваться в течение следующего года. В Чебоксарах открылся 23-й международный оперный фестиваль имени Максима Дормидонтовича Михайлова. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения знаменитого баса, солиста Большого театра. 23-й международный оперный фестиваль имени Михайлова по традиции открылся премьерой. Опера Джузеппе Верди по одноименной пьесе Шекспира Отелло. Режиссером спектакля выступил Владимир Красотин. Достили знакомый зрителям как постановщик драматических спектаклей. Этот фестиваль, особенный фестиваль, он у нас начинается в преддверии года культуры. 2014 год в России объявлен годом культуры. И, конечно же, в этот год будут очень интересные проекты, будут новые премьеры. Безусловно, будет еще 24-й оперный фестиваль, балетный фестиваль. Мы обязуемся, что год культуры Чувашской республики состоится, пройдет на очень высоком художественном и творческом уровне. Зрители 23-го фестиваля в полной мере смогут насладиться творчеством великого итальянского композитора Джузеппе Верди. В программе фестиваля опера Ригалетто, Аида, Тревиата завершится праздник, как и в прежние годы, гала-концертом, в котором примут участие не только артисты Чувашской сцены, но и солисты других российских и зарубежных театров. Торжественный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения народной артистки СССР, почетного гражданина Чувашии Веры Кузьминишной-Кузьминой, прошел в Чувашском государственном академическом драматическом театре. Вера Кузьминишна служит на сцене родного театра 66 лет. В ее творческой биографии более 140 ролей в классическом и современном репертуаре. Образы, созданные актрисой, правдивы и убедительны. В них видна неповторимая внутренняя сила, характер, темперамент, уникальный дар, перевоплощение, трудолюбие, высокий профессионализм, глубокое знание жизни, мудрость. Вот качество, помогающее актрисе в создании неповторимых образов женщин. Национальное телевидение Чувашии готовит к эфиру телеверсию творческого вечера. С наступлением осени видимость на дорогах становится хуже. Темнота делает пешеходов практически незаметными на дороге. В столице Чувашии продолжается всероссийская социальная кампания «Пешеход на переход». Она продлится до 1 декабря. Сегодня регулировать дорожное движение и следить за соблюдением безопасности вышли юные инспекторы. Еще что надо сказать? Не нарушайте правила дорожного движения, берегите себя и своих близких, да? Уже совсем скоро эти малыши будут переходить дорогу самостоятельно, без сопровождения взрослых. Чтобы закрепить детские знания правил безопасного поведения на дороге, сотрудники детского сада номер 200 при содействии сотрудников госавтоинспекции организовали мероприятие с привлечением водителей. Сегодня наш детский сад проводит социально-профилактическую акцию «Дорожная азбука устами детей». Мы целый год нацеленно работаем на обучение детей правилам дорожного движения, соблюдение этих правил на дорогах нашего города. И сегодня мы вышли, чтобы еще раз напомнить и нашим детям, и пешеходам, и водителям, какими внимательными нужно быть на дорогах. Каждое третье дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали или погибли люди, происходит с участием или по вине пешеходов. А ведь всего-то надо переходить дорогу в специально отведенных местах. Это решает, если не все, то очень многие проблемы. Подразделение госавтоинспекции всегда с готовностью отзывается на инициативу детских садов и средних образовательных учреждений о проведении таких мероприятий. Смысл мероприятия заключается в том, что, как мы рассчитываем, а также и воспитатели думают, чтобы привлечь водителей к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. Мы надеемся, что, когда непосредственно дети будут обращаться к водителям, это больше отложится в их памяти, и они надолго запомнят то, что дети за безаварийную езду. Перед самым оживленным перекрестком города дружный коллектив Дашкалет в ярких жилетах провел небольшой флешмоб с призывом всегда пропускать пешеходов на зебре. А гитанец не остался незамеченным. Алена Жукова, Александр Петров, Республика. В Новочебоксарске завершился Кубок России по женской вольной борьбе, который проходил в стенах обновленного легкоатлетического манежа. Как отметили официальные гости стартов, эти соревнования рассматриваются как один из этапов отбора спортсменов для подготовки к Олимпийским играм 2016 года. Кроме того, они высказали мнение, что в ближайшее время в Чувашии может открыться межрегиональный спортивный центр по женской вольной борьбе. В Чувашии такие соревнования проводились впервые. Свыше 120 сильнейших спортсменов из 30 регионов страны приняли участие в Кубке России по женской вольной борьбе. Много делается, но нам предстоит еще много сделать. Кладываются и вводятся новые объекты. Этот прекрасный декоративский монет буквально мы вводили в прошлый год, сегодня в армейске занимаются спортсмены высших достижений. Занимаются студенты, занимаются школьники, занимаются дети, которые входят в еще несколько садов. Имена чувашских спортсменов известны далеко за пределами России. Это подтвердил главный тренер женской национальной сборной по вольной борьбе Юрий Шахмурадов. Уроженка села Шихазана Канажского района, выступающая за Брянскую область, Алина Морева, стала победительницей в категории до 48 килограмм. В остальных категориях победу праздновали представительницы Москвы и Московской области. Михаил Дементьев, Надежда Яковлева, Александр Петров, Республика. В минувшую субботу в России прошла традиционная благотворительная акция, приуроченная к Международному дню ребенка. Известные люди республики, Надев Фартуки, встали за кассы в одном из популярных ресторанов города. Национальное телевидение Чуваши тоже поддержало эту благотворительную акцию. Сегодня день ребенка. Если вы спрете несколько... Команда национальной телерадиокомпании Чуваши, журналисты, ведущие первыми, встали за кассы. В Чебоксарах подобная акция проходит в десятый раз. Известные люди города, журналисты, спортсмены, артисты помогают собрать средства, которые будут направлены на помощь нуждающимся. Сегодня у вас всех есть возможность снести свой небольшой вклад в создание комфортных условий для детей с ограниченными возможностями. Ведь именно отношение всех нас к проблемам детей, к проблемам нашего будущего, не является тем индикатором цивилизованности и процветания нашего общества. Пусть наши дети будут самыми счастливыми и самыми здоровыми. В этом году в фонд помощи детям отчисляются средства, вырученные от продажи книги «Цветик-семицветик». Многие посетители ресторана в тот день пришли, не зная об акции, но с удовольствием ее поддержали. Обязательно нужно. Видно повысится на еще благотворительность, получается, все, что мы тратим, идет на благотворительность, это вообще замечательно. А почему бы нет, очень хорошо для детей, весело. 350 ресторанов России привели подобную акцию. Средства, вырученные в тот день от продажи книжки и картофеля фри, пойдут на строительство в Сочи игровой площадки, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ради этого даже поборники здорового образа жизни и питания позволяют себе пообедать фастфудом. Я с осторожностью отношусь, но дети любят ходить в это. Я сам своими детьми тоже ходил. Я думаю, что не каждый день питаться это еда, но перед детским можно приходить. Глава города уже в третий раз участвует в подобной акции. И каждый год ресторан выделяет средства для детсадов и школ города. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. В Чебоксарах отметили День матери. Около кинотеатра «Мир Луксор» провели детский флешмоб «Я люблю маму», организованный силами детской студии «Куча Мала». Более ста детей и их родителей построили фразу «Я люблю маму». Дети и взрослые не скупились на слова любви и признательности своим мамам. Мы пожелаем маме счастья, любви, чтобы дети всегда слушались. И удачи поскорее на работе. Я пожелала ей счастья, здоровья, успеха на работе. Я сегодня своей маме подарила букет цветов, когда она проснулась. Сначала я очень удивилась, когда увидела такие большие буквы, столько много детей около «Мир Луксора», когда проходила мимо. Но когда я услышала, что все кричат «Я люблю маму», я поняла, что это посвящено Дню матери. Я зеркальца в роще под елкой нашла, в него любовалась я сколько смогла. Но лучше отдам его маме красавице, пусть в него смотрит, сама себе нравится. К этой акции присоединились и прохожие. Спонтанный праздник превратился в приятный подарок для каждой мамы города. Наконец, сортовали продажи обновленной «Лады Приоры». Компания «Чебоксары Лада» официально презентовала новую модель. А Сбербанк в «Чебоксарах» в 172-ю годовщину со дня основания пригласил ведущего отечественного эксперта в области тайм-менеджмента Глеба Архангельского. Обо всем этом вы узнаете далее. А я с вами прощаюсь. До завтра. Совсем недавно, пару лет назад, Россия увидела переработанную «десятку» под новым названием «Приора». Было множество критики, но модель «Автоваза» прочно заняла свое место на российском рынке. Сейчас «Приору» можно увидеть практически на каждой дороге. Но крупнейший российский автопроизводитель решил не останавливаться на достигнутом. Публике представлена модернизированная «Лада Приора 2». Пять, четыре, три, два, один! Компания «Чебоксары Лада» одной из первых предоставила этот автомобиль жителям республики. Каждый желающий смог не только своими руками потрогать «Приору», но и провести тест-драйв. Машина понравилась, совсем другая уже. Много изменений, дополнительные опции. Да, хороший автомобиль будет. Да, 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 я планирую покупку этого автомобиля. Автомобиль, получив глубокий рестайлинг, стал привлекательней, динамичнее и комфортнее. Внешние изменения налицо. Другой кузов, передние и задние бамперы, ходовые огни и решетка радиатора. Заметно преобразился и салон «Приоры». Сегодня автомобиль презентирует себя как автомобиль с высоким уровнем комфорта, безопасности, с более солидным внешним видом автомобиля. Как раз и что легло в основу создания обновленной «Приоры» именно это улучшение визуального восприятия автомобиля. Автомобиль теперь оснащается новым силовым агрегатом, 127 мл, который оснащался на второй версии «Колины». Улучшена разгонная динамика автомобиля и повышенная эластичность двигателя, что дает дополнительный комфорт при езде. Автопроизводитель, сделав глубокий рестайлинг, позаботился о многом. Во-первых, цена автомобиля после переработки ничуть не изменилась. К тому же в салоне появились дополнительные подушки безопасности, вмонтированные в конструкцию передних сидений. Сами сидения тоже стали другими. Я, допустим, здесь вижу эту машину. Более современная отделка, более привлекательная даже для покупателей. Более модная, наверное, для молодежи. Очень даже здорово, я бы сказала. Допустим, мой уже устаревший вариант, хотя и 2013 года. Но сидя здесь, я хотела бы такую машину. В топовом исполнении Lada Priora получит систему стабилизации ESP, мультимедийную развлекательную систему с поддержкой USB и Bluetooth, встроенный навигатор GLONASS и GPS, а также круиз-контроль в качестве опции. Чуть позднее для Priora станет доступен предпусковой подогреватель. Цена топовой версии Priora новой модификации начинается с 441 300 рублей за седан и с 446 100 рублей за хэтчбэк. Впрочем, АвтоВАЗ планирует до конца этого года выпустить 25 тысяч обновленных Priora и 4 варианта кузовного исполнения. Продажи уже стартовали. Тайм-менеджмент – технология, позволяющая каждому человеку наиболее эффективно использовать свое время. В Сбербанке внедрение этой системы активно поощряется как среди сотрудников, так и среди клиентов банка. О том семинаре, который сегодня я провожу для клиентов Сбербанка, я буду рассказывать как раз о том, как руководителю правильно поставить цели, разработать планы свои, планы своего подразделения, планы своей компании, как контролировать исполнение поручений, как мотивировать себя на выполнение неприятных задач, когда не хочется что-то делать с этой проблемой. Это же сталкивается любой руководитель, когда какая-то рутинная задача, неприятная, невкусная, муторная, но надо, что называется надо. И как правильно себя организовать в этом смысле, как правильно через это не хочу пройти и как дойти к своим целям – это все вопросы тайм-менеджмента. В тренинге приняли участие руководители предприятий, клиенты местного отделения банка. Цель мероприятия сегодняшнего вместе с нашими клиентами учиться у ведущего бизнес-тренера именно в области управления самым сложным ресурсом – это временем. Потому что это время, как известно, невосполнимо и оно является тем ресурсом, которым сложно достаточно управлять. И мы понимаем, что эффективность наших клиентов, которая в том числе повышается благодаря таким мероприятиям, это в последующем эффективность банка. Подобные тренинги помогают открыть новые подходы к организации времени, раскрыть простые, но действенные инструменты оптимизации рабочих процессов и личной эффективности сотрудников. Это, безусловно, позволит сделать работу любого коллектива более результативной. Ситуация в современном мире меняется достаточно быстро. И вот такие тренинги для начинающих бизнесменов и тех, кто уже нашел себя в этой жизни, наверное, очень важны. Не всегда имеется возможность персонально пригласить для какой-то аудитории специалистов такого уровня. И то, что сегодня, в день своего дня рождения, Сбербанк пригласил нас на такое важное и значимое мероприятие, я считаю, что это очень правильно. И просто хочется поблагодарить руководство Сбербанка за такую предоставленную возможность принять участие в данном мероприятии. На семинаре говорили и о внедрении тайм-менеджмента в работу организации. Уже и есть результат. Многие компании, которые внедрили у себя подобную систему, отмечают ее положительное влияние. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова